ТНТ Премьер Если вы еще не видели сам сериал, здесь будут маленькие, но все же спойлеры. Итак, сериал Территория. Новый год уже не за горами. Мандаринки и елка, и конечно же подарки, о которых нужно позаботиться уже сейчас. Но знаете, потом будет весь этот новогодний ажиотаж, пробки и все дела. Но порадовать близких и себя любимого, конечно же, хочется. Хорошо, что есть сайт Всемайки.ру. Идеальное место для выбора подарка. Здесь вы найдете много стильной и модной одежды с принтами, которые можно подобрать на любую тематику. Кино, музыка, игры, спорт и так далее. Если не найдете ничего по душе, то всегда можно сделать свой уникальный дизайн. Помимо этого, на сайте есть сумки, маски, шапки и много чего другого. А также множество товаров для дома. Шторы для ванной, пледы, подушки, много чего еще. И все это, конечно же, тоже с принтами. Не менее важный и интересный факт, что компания Всемайки.ру российская. Со своим производством в Подмосковье. А это значит, что все сделано с душой. Обязательно переходите к ним на сайт по ссылке из описания и заказывайте подарки. И, кстати, упаковочную бумагу там тоже можно приобрести. И обязательно используйте мой промокод ВУД111. По нему будет скидка 15%. Стоит сразу отметить, что если не вдаваться в подробности и не углубляться в детали, сериал может показаться весьма странным и даже смешным. Чего только стоит сцена в конце первой серии, когда загорается бабка с оголенной грудью. КОНЕЦ 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 Ловко стынет, ты шелкат. Мы КОНЕЦ 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 сериала стоит подходить немного подготовившись, так сказать. Поэтому, прежде чем мы перейдем к сюжету и сериалу в целом, который сам по себе не без косяков, конечно, для начала нужно немножко углубиться в историю и даже в мифологию. Если вы вдруг не знали, на просторах нашей необъятной родины существует Коми-Пермятский округ, что в Пермском крае, к западу у подножья Уральских гор. Его административным центром является город Кудымкар. Население всего округа по состоянию на 2019 год составляет более 100 тысяч человек. 60% от всего населения края это Коми-Пермяки. Все они говорят на двух языках, на русском, а также владеют Коми-Пермятским языком, на котором даже печатается газета под названием Камакытшин. Народ, корни которого уходят далеко в средние века, является не только носителем уникального языка, но еще с этим народом связано огромное количество мифов и легенд. Если проехать от столицы Пермского края 300 километров по старому каторжному тракту, то попадаешь в места, где все застыло, словно сказочная иллюстрация. А на неведомых дорожках можно встретить и Лешего, и Бабу-Ягу. Жизнь коренного населения Коми-Пермяков здесь не меняется. Как и тысячу лет назад они ходят в лес за грибами и ягодами, собирают лечебные корни и травы, и этим живут. Этот центр национальной культуры Коми-Пермяков расположился в 20 километрах северо-восточнее районного центра, на левом берегу реки Анлава. В Большой Кочи есть школа, магазин, православная часовня, фельдшерский пункт, но далекое Коми-Пермяцкое село знаменито на всю округу своим фольклором, языческими традициями и обрядами. Бокобой – языческий обряд, на который в Большой Кочи собирается много народа. Потом у реки закалывают жертвенное животное. Так Коми-Пермяки благодарят Бога за все хорошее. Затем все, кто хочет, умываются ковавой речной водой и просят для себя и близких мира добра. Пермяки просят у богов простые вещи. Чтобы в семьях все были здоровы и сыты, нужно провести обряд и привести в жертву быка. К слову, студенты-филологи на практику и по сей день отправляются в этот округ для изучения фольклора и разного рода обычаев. В сериале «Территория» две главные героини, Таня и Надя, как раз являются студентами-филологами, которые изучают фольклор, язык и в том числе мифологию. После того, как они выполнили, так скажем, свою задачу, они не смогли выбраться из села в запланированное время из-за того, что автобус при странных обстоятельствах попал в аварию. До Березины вон даже асфальт положили, а нам по грунтовке ебить. Кость! Шуркины дела. Фу. Больше некому. Ты что здесь, самый умный, что? Чего встали? Идите! Нет там ничего! Поблазнилась! Шурку ловить надо. Ее обереги... Смотришь, обереги. Обереги, чтобы оберегать. Так? Так. Смотри, Вов, кому вякнешь, что видел? Из-за всего вот этого девчонки встретились с Егором и его дядей Николаем, которые прибыли сюда, в этот поселок, в поисках родителей Егора. Мама и папа Егора пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Как вы понимаете, сериал будет, что важно, потихоньку погружать зрителя в ту самую коми-пермятскую мифологию. Давайте сразу остановимся на очевидном плюсе. Практически все актеры, включая молодых актрис, исполнивших главные роли, играют хорошо. Ну, а, например, участковые в исполнении Алексея Розина, Пермяк в исполнении Сергея Колесова, вообще не воспринимаются даже как актеры. Настолько они органично смотрятся. Ну, и играют тоже весьма и весьма неплохо. Здравствуй. Исключением, на мой личный взгляд, является лишь Глеб Калюжный, который, особенно на фоне Розина, Мерзеликина и других, смотрится, откровенно говоря, не очень. Объективно говоря, парень видно, что старается. Возможно, даже действительно хочет стать актером. Но пока что он играет не сильно лучше, чем в фильме 14+. Следующим, на мой взгляд, неоспоримым плюсом является атмосфера в сериале, которую создатели тоже выстроили достаточно хорошо. Операторская работа, саундтреки, все это отлично сочетается между собой, образуя ту самую атмосферу мистики и некой таинственности такой. Но при этом создатели не переходят от такую грань. Сериал не превращается в ужасы, в традиционном понимании этого слова. Создатели скорее пытаются заинтересовать зрителя мифологией, нежели ей его напугать, плавно погружая героев в осознание того, что всё не просто так. Изначально герои, конечно же, скептически относятся ко всем этим легендам и мифам, но потом постепенно начинают в них верить, собственно, вместе со зрителями. При этом все эти мифы и легенды, это не просто выдумки создателей. Все сюжетные перипетии, связанные со всем вот этим мистическим таким, базируются, важно, не в точности передают, а именно базируются на настоящих мифах и легендах. В частности, по ходу сюжета мы встретимся с Икоткой. Икотка это не вот та штука, которая бывала у всех. Которая у тебя случается, ты обычно говоришь, что Икота, Икота, перейди на Федота. И Федот такой, «Ебаный, ёбаный ты козёл, махуй!» Нет, это не об этом. Ну, вернее, не совсем об этом. Икотка это этакая древняя болезнь, в кавычках. Издревле считалась следствием порчи и вселения злого духа в человека. Ну, то есть, грубо говоря, в тебя вселяется некий дух. Но это не всегда так. По другим поверьям, Икотки это маленькие мохнатые создания, похожие на червяков, которые залазят тебе внутрь, через рот. Попадают они обычно с водой или пеной на воде. Звучит, конечно, всё вот это немножко странно, да? Но до сих пор существуют люди, которые на полном серьёзе в это верят. Она мне говорит, ты мёртвой водой напоен. Мне как будто ведро холодной воды на голову ныли. А я-то думаю, что я же так болею. Александр жаловался на сердце. Внезапный обморок как-то чуть-чуть не стал причиной серьёзного ДТП. Традиционная медицина ему не помогла. Тогда мужчина обратился к местной знахарке. Та сразу сказала, порча. А затем нейтрализовала весь негатив. С тех пор Александр о недугах забыл. Но спасительницу свою навещает. Фотографию показываю, она говорит, он умрёт. Вот сколько сказала человеку, умрёт. Все умерли. Их уже нету. Приезжает жена или муж, изменяет или что. Она всё грязь вытаскивает, а потом боится. Говорит, сожгут меня и всё. Вот так вот такие чудеса, да. Бывает. 80-летняя Анна Чекилёва считает себя икотницей. Так в народе называют феномен, когда в человека якобы вселяется посторонняя сущность. Во время сеансов это нечто выходит наружу. Лечит людей и предсказывает им судьбу через свою хозяйку. Основной профиль таких бабушек – снятие с глаза и порчи. При этом икота говорит необычным голосом, как бы на вдохе. А иногда с удовольствием рассказывает о себе. Люди приходят с разными проблемами. Найти украденное, избавить от вредной привычки, вылечить, предсказать будущее, помирить мужа с женой. Анна Александровна – своеобразная визитная карточка севера Пермского края. Это самый яркий пример вот этой всей коми-пермятской мифологии, которая встречается в сериале. Истории про этих икоток идут нитью через весь сериал. Другие мифы и легенды подробно описывать не буду, но здесь упоминается много чего. И Чудской народ. Не зря же у главного героя фамилия Чуддинов. Это, к слову, о развязке. Этакая говорящая фамилия. Это есть городище. Здесь есть и хозяин леса Ворса. Пам и многое другое. Конечно же, все легенды и мифы воплощаются в сериале не с достоверной точностью, а с элементами художественного вымысла. Честно говоря, если смотреть сериал не зная, что создатели ссылаются именно на настоящие мифы и легенды, выглядеть все это будет странновато, мягко скажем. Что же касается сюжета, вернемся к нему. Местами, если честно, мне сериал показался слегка затянутым. Вот честно, лично я бы урезал его, сократив до шести серий, а не семи, как сейчас есть. Так бы выглядело все это динамичнее. Но в целом при просмотре это не сильно напрягает. Что еще мне понравилось в этом сериале, это, конечно же, атмосфера, о которой я уже упомянул. Далекая глубинка, леса, горы, деревушки, люди, которые там живут. Ты будто действительно переносишься в эти просторы. Блин. Женихов мы здесь с тобой точно не найдем. Если вот так задуматься, то насколько же на самом деле у нас огромная и многогранная страна. Что мне не понравилось в этом сериале, небольшая проблема, как мне кажется, этого сериала в том, что создатели смогли очень хорошо завязать узел сюжета, но красиво развязать его не смогли. Нет, концовка понятная и сериал логически завершился. При этом тоже остался задел на продолжение. Это, к слову, о недавно вышедшем сериале «Игра на выживание», где финала внятного не было. После обзора многие в комментариях писали, что нет, ну там финал понятен. Это как бы задел на продолжение, так и должно быть. Нет, вот сериал «Территория» это хороший пример того, где в первом сезоне есть логическая точка. И при этом есть выход на продолжение. Ты после просмотра этого сезона не чувствуешь себя обманутым. То есть ты посмотрел цельное произведение. А захочешь, можешь посмотреть вторую часть. Не захочешь, не будешь смотреть. История для тебя завершилась на первом сезоне. Подобного в сериале «Игры на выживание» не было. Но что же я имею в виду, когда говорю, что создатели не смогли её красиво развязать? Сейчас буду говорить о концовке, поэтому постараюсь максимально без спойлеров для тех, кто ещё не видел этот сериал. Вот лично для меня история с Николаем была более-менее неожиданна. Я, конечно же, догадывался, что так и будет, но не был до конца уверен. А вот история о том, кто на самом деле такой Егор, во-первых, читалась где-то со второй серии. Да, создатели сами на это намекали, но намёки были слишком явными. И история из-за этого раскрылась слишком рано. Поэтому не было удивления вот в конце. Что касается самого финала, он понятен, конечно же. Но при этом нету, знаете, этакого восторга от финала. Всё как будто завершилось очень просто. Хотелось бы финал какой-то поярче, чтобы он был наподумать немножко, может быть. Хотелось бы какого-то более яркого финала. Чтобы все события сериала и все герои как-то более красиво сплелись в конце. Но, несмотря на всё это, я могу порекомендовать вам посмотреть данный сериал. Он смотрится очень легко и местами даже цепляет. Также, что по моему мнению хорошо, сериал старается, ну, не то что популяризировать, а сослаться на древние культуры. А создатели не пытались выдумать какую-то идиотию и на этом построить сюжет. Ведь лично, по моему мнению, гораздо интереснее смотреть сериалы и фильмы, которые ссылаются к настоящим мифам и легендам. Да, это тоже всё сказки и выдумки, но всё равно есть в этом что-то, знаете, этакое таинственное. И даже интересное, потому что ты же смотришь и ты, ну, не то что образовываешься при просмотре, но узнаёшь что-то новое. Сериал лично меня заинтересовал всей вот этой мифологией и всем остальным. Поэтому я после просмотра отправился почитать, что же это такие икотки, кто такие пам и так далее. В целом же, ещё раз повторюсь, я могу вам порекомендовать посмотреть сериал «Территория». Легально по подписке или нет, решайте сами. Это, конечно, не какое-то эпохальное произведение, которое должен посмотреть абсолютно каждый. Нет. Это развлекательный продукт, который со своей задачей справляется на отлично, на мой взгляд. Если вы любите фильмы и сериалы, где всякого рода вот упоминается мистика и прочее, я думаю, что он вам должен понравиться. Если вы уже посмотрели этот сериал, можете написать своё мнение в комментариях, что вам понравилось, а что нет. И если вы после этого видео отправитесь смотреть этот сериал, тоже можете впоследствии вернуться сюда в комментарии и написать своё мнение о сериале «Территория».